Если у вас есть деньги, то вы можете купить оправдательный приговор или посадить конкурента. Так происходит во всех странах, где не работают законы и нет цивилизованной судебной системы. Кыргызстан – одна из таких стран. Жители страны не верят силу закона. Если на вас возбудили дело, то в кыргызском суде с 96% вероятностью вас посадят. По статистике, оправдательные приговоры получают чаще всего только чиновники. Справедливая судебная система дает вам гарантии, что ваша собственность и вы защищены законом. Если этого нет, то бизнес не будет инвестировать деньги, а значит, не будет денег и рабочих мест. В мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса Doing Business Кыргызстан занимает 80-е место среди 190 стран. Одна из проблем – это судебная система. Так, в Кыргызстане решение коммерческих споров в судах занимает в среднем больше 200 дней и обходится больше чем в 30% от стоимости иска. Что можно сделать? В Кыргызстане судьи могут выносить законные и справедливые решения, но для этого нужна политическая воля властей. Первое. Судьям нужно обеспечить независимость от власти. История показывает, что власть использует судей, чтобы посадить своих политических конкурентов. Но если у судьи будет неприкосновенность, то их будет сложнее контролировать. Сейчас же судьи могут прослушивать после изменений в законодательстве, которые вступили в силу в 2017 году. Кандидаты на должность судей дают письменное согласие на прослушку, хотя это прямое нарушение Конституции. Если судьи в Кыргызстане продолжат бояться сотрудников ГКНБ, то любая судебная реформа будет провальной. Второе. Видеокамера, а также трансляции судебных заседаний при согласии всех сторон могли бы позволить также повысить прозрачность судебных процессов. Плюс такая информация поможет журналистам вести независимые расследования. Третье. Повысить зарплату судьям. В Кыргызстане судьи в среднем получают от 35 до 60 тысяч сомов. Это хорошие зарплаты для Кыргызстана, но недостаточные для того, чтобы обеспечить неподкупность судей. Высокие зарплаты могут помочь отбить желание у судьи брать взятки. А что думаете вы? Как можно обеспечить независимость судей в Кыргызстане? Кыргызстан Кыргызстан